Среди обновленных инструментов в детской музыкальной школе имени Балакирева есть и те, каких раньше не было. Поэтому и преподавателей по духовым инструментам, фаготу и гобою пока нет. Но в скором времени эту проблему решат, рассказал директор школы Михаил Пурцев. Всего порядка 60 новых музыкальных инструментов пополнили фонд школы благодаря федеральному проекту «Культурная среда». Очень значительно. У нас многие инструменты, например, медные духовые, они очень многие вышли уже давно из строя или имеют уже не ту комплектацию, то есть утеряны какие-то детали, из-за этого их использовать сложно, им нужен какой-то ремонт комплексный и так далее. Самым крупным приобретением стали восемь студенческих аккордеонов и баян, которые произвела специально для школы одна из самых крупных фабрик в России и Европе по количеству производимых язычковых музыкальных инструментов. Также существенно пополнилась база виолончелей и скрипок. У большинства из них уже высокие сносы, длительный срок использования. Ремонтировать и восстанавливать их непросто. Гитары тоже имеют очень высокий износ. Любое, в принципе, дерево, оно очень сильно реагирует на атмосферу, на состояние воздуха, температуры, где даже инструмент этот находится, где он хранится и так далее. Соответственно, и износ у них более высокий. В феврале и марте этого года заключили договоры на изготовление и поставку музыкальных инструментов, а также проекционного оборудования для концертного зала, интерактивных досок и новых учебников. Часть инструментов в школе передали в прошлом году безвозмездно. В прошлом году мы попали в программу оснащения музыкальными инструментами, которая ещё и проводилась совместно с Минпромторгом России, которая направлена на развитие индустрии производства музыкальных инструментов у нас в стране. Новые инструменты воспитанникам музыкальной школы будут доступны для занятий уже в этом учебном году. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.